мы с вами немножечко коснулись обиды обиды в браке и вот теперь разберем термин терпение что это такое где его положительные стороны оде и отрицательные стороны вот смотрите опять если мы разбираем отношения в браке где создалась атмосфера враждебности к одному из супругов и он вот тут начинает терпеть это терпеть так как жилплощадь общая где он там будет жить дети и терпит все это хамство все это дело терпится терпится в конце концов нагнетается уплотняется негативная энергия которая прорывается в один из моментов быта и взрывается насилием семейным насилием бытовым насилием то есть терпение о хорошее слово лопнуло и весь этот заряд накопленный взорвался и и вызвал соответствующие действия вплоть до смертельных исходов то есть вот такое терпение есть а есть а вот все тут надо делать это не совсем этот случай связанный с терпением чтобы вот этого нагнетания негатива не было внутри человеческого сознания должно быть осознанное отношение вот ради чего терпеть какие там перспективы ну и многое другое в основном человек должен задать себе вопросы относительно сложившейся ситуации и попытаться найти их решение там я там терплю действительно ради там квартиры я терплю там ради детей я терплю там ради зарплаты я терплю еще ради чего-то так сказать и тогда когда получается имеется цель терпения то это несколько действует иначе и вот я всегда так когда мне говорят там терпи терпи то я сразу же понимаю именно вот такой вот терпение ну допустим ты тренируешься и понимаешь что если ты не сделаешь там определенный объем упражнений а для этого действительно надо терпение и понимание то ты не получишь результат вот тут терпение оправлено оправдана но опять таки как она оправдана она становится осознанным а когда это неосознанно вы чувствуете какую-то там тяжесть вы чувствуете какой-то какие-то там такие неприятные вещи и не понимаете ради чего это все надо делать то получается что что опять таки возникает негатив этот негатив возникает и он начинает ваш разрушать а потом взрывается и все перечеркивается продолжим что касается терпения все должно быть осознанно и что ты делаешь ради чего ты делаешь вот эти все эти неудобства там терпишь то есть стоит ли их вообще такое слово терпеть терпеть физическую нагрузку необходимы для того осознанно терпеть чтобы был результат что-то там такого терпеть какую-то работу понимая что будет достигнута какая-то там цель ну и во всем основном то есть везде должен быть осознанный подход к любым жизненным проявлениям если этого осознанного подхода нету то тогда как раз и начинает возникать вот эти вот эмоциональные всплески настроение становится плохим и в целом жизнь идет не в радость то там то сям да много у нас тут моментов вернее тут целые явления пласты нашей жизни сплошном негативе как бы как бы пойметь человека на том или на сём должно быть какое-то отношение такое чтоб чтоб это было с понятием кстати у нас вот и такую вещь вам расскажу когда вообще начинался интернет вот я человек который при мне возникло телевидение в советском союзе я одним из первых видел телевизор который появился у нас в глубинке где-то там москве в глубинке вот как это все шло как это все развивалось далее компьютеры далее интернет и вначале что было сказано про интернет что вот такая хорошая штука интернет ой такая великолепная эта сеть и ничего делать не надо сигнал будет передаваться по по телефонным проводам так что все уже есть ставьте вот эти только модемчики или что там такое и пользуйтесь вот вот этой цемирной паутиной с ее с ее тут знаниями возможностями ну вот это я как-то запомнил далее вижу что нет дело идет к тому что интернет становится проводным а вот эти вот сети телефонные не идут нужны мол провода нужны особые провода вот чтобы передавали все больше информации оптиковолоконные вот это да вот это то заплели заплели дома и улицы этими по крайней мере у нас там на столбах понавешали каждому человеку тут тянут отдельный кабель а так как домов в каждый дом частный сектор то их тут куча идет то же самое наблюдается в таких больших домах где там уже целые жгуты идут с этого интернета то есть новая отрасль и наконец таки вот столько навешали проводов на эти столбы ну что там целые такие лианы висят и тут делается очень интересный ход оказывается столбы то чьи то электросетей а тут на них навешали значит эти все интернетовские прибамбасы значит электро сети выставили претензию этим интернетчикам чтобы они оплатились за столбы естественно все это так или иначе ляжет на нас пользователи интернета и у нас тут вроде как две компании занимающиеся услугами интернета и вот одна компания уже начала свои собственные столбы вкапывать для того чтобы не платить вот этим электросетям вот такие вот дела с этим всем интернетом что оказывается вот явно конечно рассчитывают на то что поднимут плату за эту услугу чтобы столбы были оплачены вот народ как то согласится вот конечно если бы он не согласился бы это было другое дело ну 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 у каждого свои тут тараканы в голове поэтому поэтому и невозможно людям договориться с друг другом практически по всем аспектам жизни невозможно просто-напросто вот они один свое гнет другой свое гнет и в итоге получается то что мы имеем благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению доброго здоровьица и до новых встреч 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 دик